Самарские новости спорта Что удивительно, первую игру в спаренных матчах летчики выигрывали, а вот второй поединок оставался за гостями Реально находится сейчас команда на состоянии предболезненной, некоторые с температурой выходят играть Поэтому так, чтобы играть на полную, а по-другому никак, и скамейка короткая невозможна Но то, что могут, делают Можно проиграть игру, но сохранив лицо, двигаться дальше, это хоккей Восьмой матч домашней серии сразу пошел не по сценарию ЦСКА ВВС Чебоксары вышли на лед более свежими, чем хозяева площадки Чтобы распечатать ворота Егора Оселедица, потребовалась 15 минут и игра в большинстве Во втором периоде гости забили 5 шайб, ЦСКА ВВС ответил одной Игра более-менее выровнялась, когда главный тренер ЦСКА ВВС поменял голкипера на Сергея Завьялова Но, как потом оказалось, это только раззадорило хоккеистов обеих команд Три драки и 80 минут штрафа Мы использовали все моменты, не дали команде забить Вот, тем самым забили 6 шайб, получилось выиграть Второй период был провальный, пропустили в меньшинстве много Сыграли не так, как хотелось, как тренеры настраивали Каждый, может быть, где-то недонастроился, немного, может, наоборот, перенастроился Свои ошибки привели к голам В третьем периоде страстью леглись и на этой волне ЦСКА ВВС забил еще 2 шайбы На большее здоровье не хватило, досадное поражение от Чебоксар 3-6 Попросили потерпеть ребят и показать свой хоккей Поэтому за второй период только благодарен, второй период сыграли Первый еще так, ну и в третьем вышли просто доиграть После 16-го тура первенство страны ЦСКА ВВС занимает 5-е место из 10-ти И отстает от лидирующей четверки всего лишь на 5 очков Славутич, Ростов, Мордовия и Чебоксара набрали по 30 баллов Вся интрига турнира еще впереди Это были новости спорта от Сергея Кизоркина Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой